Здравствуйте, дорогие тагильчане! В эфире программа «Факты в лицах» в студии Николай Палкин. Сегодня у меня в гостях начальник управления культурой администрации Нижнего Тагила Светлана Юрчишина. Светлана Валерьевна, здравствуйте! Здравствуйте, Николай! Уже совсем скоро наступит новый 2020 год. В учреждениях культуры уже начались новогодние мероприятия или все в стадии подготовки еще находится? Подготовка к новогодним мероприятиям началась еще в октябре месяца. Уже были утверждены сценарии, уже были утверждены декорации, уже были определены главные действующие лица, кто примет участие. Поэтому мы сейчас на финальном этапе. В течение данной недели уже завершаются оформительные мероприятия, выставляются на сцену в декорации. И с 23 декабря все учреждения начинают работать по тем графикам, которые они заявили. То есть с 23 декабря все учреждения культуры открывают свои двери для тагильчан, для наших малышей, ну и, конечно, для более старшего поколения. Потому что у нас план мероприятий сформирован и ориентирован как на детское население, безусловно, на наших детей. Я хочу сказать, что мы уже практикуем не один год. Все театры нашего города планируют по три спектакля каждый день. Например, драматический театр в период с 23 декабря по 8 января они покажут более 45 спектаклей. Спектакль «Золушка» режиссер Игорь Николаевич Булыгин, заслуженный артист Российской Федерации, художественный руководитель драматического театра. Спектакль очень интересный, очень много будет музыки, очень много будет света, очень яркие декорации, яркие костюмы. Но я думаю, что «Золушку» как произведение знают все, но в виде мюзикла, я бы так сказала, мы ее увидим впервые. Это всем ждем. Билетов, конечно, осталось очень мало, но я бы хотела сразу заверить наших тагильчан, те, кто не попали на спектакль «Золушка» в новогодние праздники, этот спектакль войдет в репертуар театра, и они, безусловно, смогут в течение года посетить и посмотреть, и порадоваться со своими детками. Давайте еще проговорим основные мероприятия новогодние, которые ожидают тагильчан в этом году. Мы готовимся не только в учреждениях культуры, у нас запланированы мероприятия, но и на нашей театральной площади. 27 декабря в 18.00 у нас будет торжественное открытие «Ледового городка» с участием главы города Владислав Юрьевич Пинаева, с зажжением елки. Также 7 января у нас будет концертная программа, которая будет посвящена Рождеству. Основной организатор досуговый центр «Урал» традиционно организует данное мероприятие. В 2020 году досуговому центру «Урал» исполняется 25 лет, поэтому они, конечно, очень к этому мероприятию готовятся. И 13 января также на театральной площади мы будем праздновать с вами Старый Новый Год. У нас великолепный опыт с городским дворцом молодежи. Все свои ресурсы они покажут для наших тагильчан и гостей города 13 числа. Раз мы заговорили про театры, будет несправедливо сказать про Нижтагильский театр «Кукол», который точно так же очень готовится. Мне очень нравится, как относятся и директор Татьяна Александровна Ткачева, и весь коллектив в составе администраторов артистов. На мой взгляд, самая красивая и стильная елка в Нижтагильском театре «Кукол». Да простят меня другие директора, но это чисто мое мнение. Наши детки будут любоваться сказкой по щучьему велению в кукольный спектакль, очень яркий. Безусловно, перед каждым спектаклем будет интермедиа. Дед Мороз и Снегурочка поздравят наших детей с Новым Годом, подарят им подарки. И после этого уже мы приглашаем на спектакль. В молодежном театре точно так же все готово к празднованию Нового Года. Молодежный театр буквально 26 ноября открыли двери в здание. Уже состоялись несколько премьерных спектаклей. Сейчас они готовятся к новогоднему спектаклю. И жители погонки в этом году присоединятся к нашим елочным мероприятиям. В досуговых учреждениях Дворец культуры юбилейный, Дворец национальных культур точно так же готовятся к празднованию Нового Года. Интересные интермедии, спектакли в «Малыши Карлсон» по Дворце культуры юбилейный можно будет увидеть. И новогоднюю сказку Дворец национальных культур готовят для жителей Рудника Третьего Интернационала. Давайте расскажем про конкурс, в котором предлагается поучаствовать тегричанам. Да, мы решили в этом году, чтобы не так, и так не просто живется нашим учреждением культуры, потому что подготовка колоссальная к новогодним мероприятиям. Понимаем прекрасно всю ответственность и знаем, что, чего от нас уже ждут. И поэтому планку понижать никто не хочет. Ну и как-то простимулировать наше учреждение мы решили учредить конкурс. Называется он «Новогодняя марка». В ресторанном бизнесе вручаются лучшим рестораторам звезды Мишлена. Мы решили вручать нашим учреждениям новогодние марки. Что это такое? В этом конкурсе мы пригласили принять участие не только в ведомственном учреждении культуры, но и подведомственное. То есть пригласили принять участие Дворец культуры Окунева, ДК, НТМК, Дворец культуры Космос. Смысл в чем? Мы проводим три уровня голосования. Тагильчанин может прийти с ребенок, с мамой, с папой. Они заходят в учреждение культуры. И первое, что нам бросается в глаза, это оформление. Уютно ли им? Нравится ли им то оформление, которое предложило им учреждение культуры? Следующее, что идет, когда наши жители попадают в учреждение культуры, мы попадаем на интермедиу. Интересна ли эта интермедиа? Зажгла ли она? И следующий аспект — это сам спектакль. Поэтому будет три варианта оценочных таких моментов. И в этом голосовании может принять участие лично каждый тагильчанин, кто попал в то или иное учреждение культуры. Можно проголосовать. Онлайн-голосование будет размещено на официальном сайте нашего города. Мы проработали, чтобы это было удобно. То есть будут фотографии данных учреждений, будут критерии оценки. И можно будет поставить соответствующую оценку, понравилось, не понравилось. В параллель будет работать специальная комиссия, которая посетит все учреждения. Точно так же, как тайный покупатель. Также поставить свои оценки. И мы уже после 13 января собираемся комиссией, сделаем свод. Посмотрим, как же наша комиссия оценила. Берем голосование наших тагильчан. И уже к 30 января мы объявим, кто у нас победил в новогоднем оформлении, кто у нас победил за лучшую интермедиу, кто у нас победил как лучший спектакль. То есть будут раздаваться вот такие вот новогодние марки. Я считаю, я уверена, что данное соревнование, оно необходимо нашим учреждениям. Некое соревновательное такое состояние, оно мотивирует. Поэтому я уверена, что благодаря этому конкурсу, если кто-то расслабился, то они возьмут себя в руки. А те, кто работали в полную силу, не упадут в грязь лицом. Мы с вами поговорили про мероприятие, которое пройдет на театральной площади. Давайте поговорим про елку, установка, которая уже началась. Она такая же, как в прошлом году? Или как-то по-другому подошли? Ну, вы, наверное, обратили внимание, что мы каждый раз пытаемся наш Ледовый городок выполнять в разных тематиках. В этом году была выбрана тема космоса. Эта тема обсуждалась и в том году, и в позатом году. Все-таки мы решили остановиться на этой теме. Наш подрядчик, кто разрабатывал проект строительства от Ледового городка, нам показалось, что это интересно. Поэтому тема космоса, она будет отражена не только в фигурах. Сейчас, конечно, время еще. Нас пока погода не особо радует, и Ледовый городок не смотрится так, как он будет смотреться по завершению. Но уже что-то, уже прослеживаются какие-то моменты, становятся понятными. Безусловно, это будут различные фигуры, это будут кратеры, это будут космические корабли. И мы не обошли, у нас традиционно площадь современника отражает всегда детскую тематику. Мы работаем для детей. И детский городок в этом плане решили сделать по произведению Нусова «Не знай-ка на Луне». Открытие также будет в тематике космоса. Мы от нее в этом году никуда не денемся. Будем ее красной линией, эта тема будет идти. Еще интересно, культурная программа в эти каникулы, она будет рассчитана только на детей? Или для взрослых будет что-то тоже организовано? Взрослых мы не забудем ни в коем случае, вы абсолютно правы. Наши учреждения, как и драматический театр, Ништагильская пилармония, предлагают не только детские программы, но и для взрослого населения. Безусловно, они ориентированы под настроение. Это будут, отсматривались программы интересные, зажигательные. Оркестр в Демиде Камерата представляет несколько программ для просмотра. Драматический театр не забывает, несмотря на то, что у них по три спектакля в день наши взрослые смогут посетить в спектакле. Хотелось бы отметить кинотеатр «Красногвардеец». Директором «Красногвардееца» Зои Николаевна Копсовой мы пересмотрели некоторые подходы к подбору препертуара. И в этом году у нас в кинотеатре состоятся такие кинофильмы, пройдут такие фильмы, которые уже сейчас очень активно рекламируются. Это кинофильм «Холоп», это и «Полицейские в Срублевке-2». Поэтому всех приглашаем. Будет интересно, проработали онлайн продажу билетов. Это будет удобно, не выходя из дома, приобрести билеты и сходить в наш кинотеатр. Помимо Нового года нас ожидает еще один из главных христианских праздников – Рождество. Тагличанам какие-то рождественские сюрпризы ожидать в рамках празднования? Это мероприятие, это знаковое событие. У нас очень интересно показывают наши музейные объекты. Поэтому музейные объекты, музей-заповедника Горнозаводского Урала, музей изобразительных искусств будет работать по расписанию. Мы начинаем работать со 2 января, поэтому все рождественские мероприятия можно увидеть на наших музейных объектах. Спасибо, Светлана Валерьевна, большое вам за ваши ответы. Сегодня мы общались с начальником управления культуры администрации Нижнего Тагила Светланой Юрчишиной. Это была программа «Факты в лицах». В студии был Николай Палкин. До свидания.